Господа, как вы понимаете, скоро праздники, а это значит самое время порадовать свою вторую половинку каким-нибудь интересным подарком. Тем более есть наборы от RingString, с помощью которых ваша вторая половинка, опять же, может из любой из твоей фотографий создать вот такую потрясающую картину нитью. В наборе традиционно все продумано до мельчайших мелочей. Даже коробка от самого набора складывается в такой вот шикарный мольберт, чтобы ваша картина стояла. А какую картину собирать, получатель выбирает сам уже после того, как откроет комплект. Просто берем набор, загружаем фотографию на сайт и погружаемся в процесс. Он больше напоминает медитацию, поэтому вам остается только устроиться поуютнее, включить голосовую инструкцию и тянуть нить от гвоздика к гвоздику в собственном ритме под приятный голос диктора с сопровождением расслабляющей музыки. Самое то, когда нужно перезагрузить голову. Это еще одна, вторая причина, почему RingString это крутой подарок. Он для души. Картина потрясающе смотрится в любом интерьере и на самом деле камера реально не дает всего вот этого вот глубочайшего переплетения нитей. Девушкам, сестрам, женам очень понравится. Найти подарок лучше будет реально сложно. Ссылочку на официальный сайт ringstring.ru я оставлю в описании под этим видео. Это вот там. Так что переходите, заказывайте и радуйте своих близких. Но не забывайте, что при заказе вы сможете указать промокод Академик и получить дополнительную скидку 15% на весь заказ. Дарите красивые подарки. Дарите красивые подарки. Итак, господа, как вы поняли из этой заставочки, во-первых, добро пожаловать на этот нестрим, во-вторых, у нас снова Запорожец. Запорожец все это время, с того момента, как вышел видос с ним, это была, извините, осень, еще и неглубокая вдобавок. Это была такая нормальная осень. Он все это время был в продаже, но никто его покупать не хотел. Возможно, потому что он слишком дорогой, а возможно, потому что мы и дешевле продавать его не хотели. Потому что... Неправда. Не все это время. Не все это время. Основной сезон, когда его могли купить, ты его якобы уже продал. Да, точно, с ним какая была история. Сразу спасибо, Владислав, спасибо, я все напутал. Значит, после выхода... Будьте здоровы. После выхода видоса сразу же его забронировали люди уважаемые у меня. Сказали, давай купим. Потом у них было много дел, и потом они сказали, что... Справедливости ради, что Костян, он нам не нужен, но пацан сказал, пацан сделал, готовы выкупать. А у меня все вот это в голове сидит мысль, что мы, конечно, его готовы продать. Но если он не продастся, то ничего страшного не будет. Потому что это турбо-шеснарь. То есть это тот двигатель, который можно впихнуть куда угодно. В тележку из-под супермаркета, в биотуалет, в гидроцикл, в надувной матрас, индекс из гипермаркета, любого. В общем, турбо-шеснарь это некая субкультура в России. Это даже не субкультура, это культ турбовый шеснарь. И у меня давно уже в голове сидит проект Шеснарин. Мы его много-много лет назад еще, по-моему, это был 14-й или 15-й год, когда я придумал проект Шеснарин. Суть проекта заключается в том, что это шеснарь, забавно, что мы стоим у капота, в котором нет этого шеснаря, да, потому что он сзади. Так вот, турбо-шеснарь или просто шеснарь пихается во все возможные автомобили. Начинаем с малого, АК, Матис, Жигули, понятное дело, проходим классику, заканчиваем КамАЗом, артиллерийским тягачем, чем угодно еще. То есть вот такой проект, в котором шеснарь переходит через все тачки. Мы же видели много в интернете мемов, где шеснарь пихают в RX-8, в Range Rover, в BMW X5, Жорик еще в 53-й этот шеснарь пихал. Еще шеснарь я видел в 7-ке BMW или в 5-ке, в E39 точные шеснари однажды видел. Короче, везде мы видели однажды этот шеснарь. Почему бы не взять, не все это собрать в единое целое и неким единым сериалом не выпустить. Но вопрос, будет ли это смотреть или нет, до сих пор открытый, поэтому этот сериал уже вот с 15-го или с 16-го или с 14-го года так в моей голове и похоронен. И тут все идет к тому, что судьба как бы подсказывает мне, Костян, мотор-то вот он со стенда проверенный, 167 сил, и строить его не надо. И вот он уже готовый, пожалуйста. Поэтому этот запорожец стоит или за высокие бабки, или однажды все-таки к сезону, когда появится зацеп, а это у нас конец апреля, начнется какая-то приятная суета. Ну а пока что он в продаже и пока что мы воспользовались моментом. У нас же все-таки дрифт сезон. Нужно попробовать. Когда мы его снимали, зацепа было слишком много. Был сухой асфальт. Теперь у нас зима, мы специально подобрали время, когда оттепель и плюс, то есть поедем мы сегодня по-мокрому и все-таки как-то поедем. Понять бы, возможен ли дрифт на мощном заднеприводном запорожце. Погнали! Собственно, что мы здесь были-то? Как вы помните, в конце прошлых серий с запорожцем у него просто сломалась педаль газа, порвался тросик, и мы вот на ручном режиме ездили. Так вот, ребята из автобокса сделали наконец-то тросик, плюс заранее провели всю инспекцию. Он еще холодный, понятно. На морозе ничего страшного, ничего страшного. Приключения начинаются через три, два. Ласкает звук, конечно, шестнаря. Все. Еще же огнем стреляется. Блин, мне нравится этот мотор. Мотор просто классный. Очень сильно воняет, очень страшно. Надо прям максимально быстро выезжать. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, мы доказываем то, что реально нужно мокрое. Как только я выезжаю на просто мокрое, без снега, без льда, все хорошо. Угол контролится, газа много, все четко, идем прям как надо. Но я думал, что здесь полностью вскрылся асфальт на нашем перекрытом-то участке. А здесь он не вскрылся. Вот это особенность площадок. Тут соли нет, машин не ездит, поэтому снег тает по-другому, не как в городе. В общем, пока что, конечно, полная шляпа. Потому что зацеп равномерно, максимально неравномерный, вернее. И там один сектор, который просто голый асфальт, мокрый, вот с этой кашельцей, на нем сразу все хорошо. Прям идеально. Едешь вот это, вот это, вот вторая, прямо четко. Все управляется. Потом ты слетаешь на это, спереди резина летняя, перед норовит рыскать куда-то право-лево. Непонятно, в какой позиции руль. Сзади у нас зима, поэтому проблем нет. Зад цепляется всегда, на сбросе газа распрямляется практически постоянно. Ассенизатор к нам на площадку приехал. Но тут многие не сдерживают эмоции, поэтому приходится чистить. В общем, даже не знаю, что делать. Там дальше, наверное, такое же покрытие и везде. Из плюсов сейчас, что мы реально не кипим, вентилятор работает, печка работает, вместе они справляются. По осени печку мы не включали. И у нас расширительный бачок, антиприз, вообще все хорошо. Мотор прям везет. Из минусов еще знаешь, что рулевая машинка классическая. Супер 100 миллионов 500 оборотов руля. Тормоз трогать бессмысленно. Как только ты тронешь тормоз, передние колеса на летней резине моментально блокируются. Ты теряешь руль какой-либо. Его и так особо не было, а тут он вообще потерялся. Поэтому, конечно же, сейчас только чистый асфальт, только мокрое. Но у нас на площадке такого сейчас нет. Но мотор мне очень нравится. Отлично реагирует на газ. Вообще все с ним классно. Ну-ка. Пока. Это огонь. В прямом и переносном смысле слова. Мотор просто топ. Очень хорошо реагирует на газ. Хорошо раскручивается. Прекрасно в отсечке себя ведет. Прям так. Такая у него частая отсечка. Прям быстрая, классная. Надо с ним что-то придумать. Надо с ним что-то придумать. Ему нормальные радиаторы. Нормальный кулек. Может быть запрошить. Хотя зачем его запрошивать? Хорошая мощность в целом. Он не грустит. В общем, пока стоит у меня, по-прежнему в продаже. Зимний дрифт на нем невозможен. Как и дрифт в целом. Потому что, ну, в первую очередь, это рулевое. Рулевое. Мотор есть. Мощность есть. На мокром даже контролится. Но какие-то перекладки заставят вас 500 раз вот так шелудеть этим рулем. Зато привода не рвет, да, по такому зацепу. Но при этом он довольно-таки контролится. Потому что мотор сзади, если ты чувствуешь, что тебя начало разворачивать, бросай газ. Газ чуть ли не из бэкварда заставляет его вернуться все равно в более-менее какое-то положение трезвое. Ну, а в остальном, как и хотелось. В общем, мы доказали для себя лично, что мотор живой, все в порядке. Если он не продаст за дорого, он нас стоит за сколько? 110? 120? 120 тысяч рублей. Да, такая цена. Но если нет, опять же, я ни о чем не грущу. Мотор остается у меня. И в сезон, когда появляется зацеп, то есть конец апреля. А скорее всего стройку мы начнем в начале апреля. То есть у него месяц на продажу остался у этого запорожца. Если не продастся, в разбор и этот мотор будет творить качественный контент. Мы движемся дальше. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Татары, соответственно, выживут нас, да? Да. Это прекрасно. Но получается, вам повезло, вам тогда отходит это. Потому что здесь минималка и максималка. Как бы выбор, а в лимон случае, неплохой, я считаю, для 22 градуса мороза. Но вам повезло, у вас будет максималочка. У вас тут черный потолок из лакшери опций. А в минималке вот это заглушка, а у вас это не заглушка. Всегда можно складывать маячки, потому что своих у вас нет. А какие шли обсуждения первые несколько дней, значит? Ну, мне позвонил вообще его брат. Так. И типа, говорит, нам пытаются кинуть. Давай поймем, что за схема. Что такое академик? Я говорю, конечно, знаю. Это мой кумир. А, ничего себе. А он-то, брат его вообще никогда не смотрит автобус. Ну, адекватный человек. Правильно, правильно. Так, и? Я говорю, или Новый год, он что-то прикалывается надо мной, или еще что-то. Я говорю, ну ладно, хорошо, послушаю, что он скажет. Так. Вот, говорит, Тимур машину выкрал. Я говорю, ага. Так. И память, по видосам-то. Это татарское тело, все, он, чем-то говоришь, они все, ага, ага, ага. И в итоге потом вечером Тимур звонил, написал, просто так, вот у Костика машину выкрал. Я говорю, ну все, я еду. Ага. Вообще, слов нет каких. Тем более, я дороги знаю, сам на форе работал. Я понял. Но в целом верификация шла по стриму, по видосам, да, наверное, по этому. Блин, как здорово, что стрим есть. Без него это прям никому было бы не объяснить, что здесь что-то происходит. А мне еще мама говорит, наверное, вас обманывают. Наверное, да. Обманывают это ладно. У нас был человек, который, ему не было еще 18, он с ЗИЛа у нас выиграл, я ему деньгами отдавал. Ну, потому что зачем ЗИЛ, когда ему нет 18? Так вот, его заперли дома, его не отпускали, он через окно свинтил со второго этажа. Потому что ему сказали, что ну на органы, это же Питер. Там тебя расчленят, само собой, отсюда целыми не уезжают. То есть вы поверите, что она ваша, даже не когда доедете домой, а когда вот уже домой доехали, заночевали, выходишь, а она еще стоит по-прежнему. И ты такой, да, походу да. Тачка не ушла, значит, точно моя. Значит, никому, кроме меня, не нужна. Значит, господа, не успели мы еще, ребята, не уехали. У нас татары еще с нами. И к нам, по идее, сейчас подтягивается Московская область, да? Да. Здравствуйте. 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 И там все тоже с вами? Да. Вас же там 18 человек на одном такси приехало, да? Нет. Из двух машин, максимальная и минимальная, к сожалению, мы должны признать, что вам достается минимальная. Но тоже, мне кажется, не худший вариант в целом на халяву. Почему без шапки вопрос такой? Мамка заругает, увидит. Вот так вот уже лучше. Я в шапке. Понимаешь, даже написано специально, чтобы было понятно, что я в шапке. Так что 22 градуса мороза просто, чтобы, ну, понимали, человек вот с голыми ушами. Совсем вообще... А вы тут все такие? Серьезно? Вот девушка одна, наконец-то, вот этот цветок. Не просто красоты, но еще и интеллекта в компании есть. Пацаны. Ну что за... Что это такое? Вы должны их сковородой как-то это... Я из Петербурга. Надо бы расчленить, в крайнем случае, как у нас принято. Да, потому что, ну, серьезно, что все с голой головой. Ну, это прям... Это не серьезно. Так, а что вы стоите-то? Садитесь в тачку, греетесь. А у тебя есть тачка же? Я не продал. Вот, а почему? Удачно. А почему? А, ну, уже сгнивать начинает. А, ну, здесь еще время будет. Тут еще нормально. Пока не сгниет. Ну, то есть, получается, ты эту тачку точно себе оставляешь. Или есть, погоди, бизнес-план. Бизнес-план, значит. Погоди, втариваем Весту. За 150 берем Некруху. И на оставшиеся лям 350 жестко кайфуем. Все выходные, да? Слушай, вот это нормально. Сначала. Смотри, если мне понравится. Ну, пару лет, да. Потом, ну, вроде не понравилось, можно продавать. Через два года. Так это получается... Комфорт. Это получается вторая снизу, которая комфорт, да. Я сейчас шутил, что у них самая базовая называется лайф, а это после базовой повыше комфорт. То есть комфорт выше жизни. Наоборот. Потому что видео было наоборот. Может, я запутался. Комфорт. А тут нет штатного звука. Или есть? Есть, есть, есть. Есть. Вот в лайфе нет штатного звука. Здесь есть музыка. Вот она, Европа там плюс, смотри. Ну, навали авторских прав. Давай, вот, четка. Все, круто. Так, давайте, давайте. Удачи вам. Удачи. Если что, связь. Да, конечно. Давайте, давайте. Да не за что и вам. Ага. Ну, а доводчик не сработал. Смотри, надо же. Как Мерседес там втягивается. Да, да, да. Все так и есть точно. Без обмана. Ты же оформил или подал заявку на автокредит, да? Нет. Мне просто позвонили. Сказали, что у них есть прикольная кредитка, драйв. Так. И? С которой там кэшбэк. Так, 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 так. Ну, я сказал, хорошо, привозите. Так, тебе ее привезли. И дальше ты что делал? То есть как ты стал участником конкурса? Расскажи нам. Как ты докатился? Я увидел, что есть какой-то розыгрыш на Весту. Так. И то, что я в нем участвую. Да. Увидел, что я уже потратил, сколько там надо потратить. А, у тебя именно потратом. То есть ты просто олигарх. У тебя много денег, и ты тратишь и, собственно, и кайфуешь с этим. Ну, когда тратишь деньги банка. А, кредит тем более. Ты тратил кредитные бабки. То есть формально, да, кредит ты взял, получается. Ну, используя, грубо говоря, кредитные средства с карты. Ну, да. А сколько ты потратил, если не секрет? Ну, больше пятнашки нужно было потратить, по-моему, да? Ну, я, наверное, столько и потратил. Ага. И, соответственно, получил, получается, три билета, что-то типа того. Да. И один из них выиграешь. То есть, получается, проценты по кредиту, они такие уж и большие, если смотреть, что в итоге. Кэшбэк, получается, да? Это сработало. Неплохо, неплохо. То есть потратил пятнашку, получил полторашку. Я вообще не ожидал, что что-то такое будет. Я и совсем забыл, что я там участвовал. Ну, ну, ну. Ну, в плане, что, открыл в приложении какой-то розыгрыш, ну и ладно. Ну, да, да, да. Правильно, логично. Так, значит, план действия, значит, я тебе позвонил, ты сбросил трубку, это нормально. Потом я тебе снова позвонил, ты положил трубку, значит, сидишь, ты кокубаторишь. Значит, так, где развод? Вот эти двое суток, где схема? В чем схема? Так, ну, ну. Мне вот, я переживал, потому что... Ну. Ну, это очень похоже на развод. Да, конечно. Позвонили, сказали, что я выиграл Весту. Конечно, так. Ну, ну. Неожиданно. Значит, дальше был какой? Звонок друзьям. Типа, шеф, один я не вывезу. Надо, значит, собираться толпой и точно забирать тачку, да? Я сначала написал, типа, мне скам позвонил. Да, да, да. Что это? Ты меня сразу в гет номер, значит, да, вот это подозрительный, на все сайты забил номер, значит, это номер Никиты причем. Я просто сбросил и написал, мне сейчас скам позвонил Весту. Так, так, так. Типа, выиграл. Ну, я думал, что это просто скам и никогда мне больше никто не будет набирать. И то, что это просто вот так вот было. Ага. Ну, я просто не верил в то, что это правда и как вот, чтобы не говорить там, да, или что-то, мало ли там, мой голос используйте где-нибудь. Конечно. Вот в таком плане. Ну, а когда видео нашел, вот это вот все, уже понял, что это все на самом деле. Короче, поздравляем победителей. Как говорится, в тесноте и да не в обиде. Ребята сейчас, как я понял, и те, и другие, нет, в Татарстан уже машина поедет сегодня. Да, они уже молодцы, ну, потому что они здесь со вчера и отдохнули. А ты же на самолете прилетел. Ты встал-то в пять сегодня во сколько? В четыре? Вот. Поэтому человек, да, иногда сбивается в речи, но давайте будем адекватны. Человек встал в пять утра, ломил на самолете, вылет задержали, такси чуть не попало в ДТП, вернее, другое, но из-за этого была пробка на кольце. Короче, опаздывали ко времени. Ну, вы представляете, да, какое напряжение у человека. Так что, в любом случае, теперь расслабляйся, кайфуй за нас, за всех, за нас и за Кавказ вообще. И все будет хорошо. Мы едем дальше. Так, друзья, и как вы поняли, уже у нас получается не второе. Сегодня 7 января, боже мой, я уже запутался в этих датах. Я, причем, все время сидел дома, все время. Я вот на улице был один раз, когда вручал те две весты, второй раз я на улице, когда вручаю эти две весты. Артур к нам уже приехал, Башкортостан на связи. Мы, естественно, опять заберемся в тепло. Отличный автомобиль. А до этого... А с чего пересаживайтесь? Ну, у меня Priora была, как бы, последняя. Так. До Priora, там, Passat CC. Ага. 1.8 наш любимый. 1.8 был, да. Ага. На Чипе? Надеюсь. Нет. Все просто, просто ездить. Мне главное, чтобы спокойно, комфортно ездить. Ну, учитывая, что это средняя комплектация, если включить заднюю, у нас может даже камера загорится. Я уже забыл, что в этой. Аааа. Балдеж. Балдеж. У нас даже загорится камера и есть подогрев лобаша. Я просто, я говорю, не умею выражать эмоции, как бы, но я очень доволен, как бы, очень счастлив. Спасибо тебе, Костя, большое. Да не за что, не за что. Я очень рад. Когда позвонил, получается, я говорю, я же изначально не поверил, думал, там, как бы, машина. Ну, это само собой. Так, да. А какое было выполнено условие для участия в конкурсе? Это же тот случай, когда подали заявку, по-моему, на автокредит. На автокредит, получается, заявку подал. И которую не одобрили. Которую не одобрили, да. И, к которому, получается, мне, уведомление пришло, якобы, вы получили один билет. Да. Я думаю, что с одним билетом, по сути, делали, как бы, вообще забыл про него. Ага. И вот ты мне, получается, позвонил, там, 26-го числа. Ага. 26-го или 27-го. Ну, когда-то там, перед Новым годом мы звонили, да. И тут выясняется, что все-таки автокредиты на какую, а на какую сумму и на какую машину? А я как раз машину смотрел здесь в Питере. Здесь Audi A6 была, получается, а в салоне каком стояла? Так, так, так. С 17-го года. Ну, 1.900.000 она где-то была, получается, в пределах. А эта машина стоит 1.850.000, по-моему, да, прикинь? Нет? Это 589. А, 1.900.000 стоила только техно. А это 1.600.000.000. Ну, короче, так, ну... И вот в любом случае, говорю, у меня судьба должна была с Питер завести, как бы. Короче, были планы на тачку, планы осуществились. Я говорю, машину смотрел здесь, именно в Питере, стоял серебристого цвета, Audi A6. 17 или 18-го года, не помню. Так что все, пушка, господа. Всех с наступившим Новым годом, хотя, наверное, смотрите вы это. Игорь, когда это люди смотрят? Если вы смотрите это в январе, значит, Игорь красавчик и отработал четко. Если в феврале, Игорь все равно нормальный человек. Но отработал чуть менее четко. Но, впрочем, он заранее говорил, что непонятно, когда это выйдет. Всем вам спасибо, едем дальше. Невасик. Невасик у нас стоит, сломался у него стартер, вернее, это было реле стартера. И теперь Невасик снова заводится. С Невасиком все, даже топ. С ним все нормально, он также, наверное, в продаже, потому что мы не знаем, что с ним делать. Само собой, понятно, многие из вас писали в комментариях, что не уехать бы с стеной. Не уеду. Многие из вас писали в комментариях, что какие сто тысяч на ремонт кузовни, ты чё, мы с батей сделаем за 20. В общем, пацаны, если вы за 20 сделаете, рекомендую вам брать и делать. Мы готовы. То есть, если есть какие-то... Какой черный дым. Просто жестко черный дым валит. То есть, если есть вариант сделать это задешево, типа за 15-20, то у нас нет таких проблем. Потому что в случае, если это стоит 100, это теряет какой-либо смысл. Потому что вся машина стоит, ну, примерно столько же. Соответственно, починенная и исправная машина, это хотя бы без отваливающегося моста. Ее можно привезти в сток и так далее. Она выйдет около 200, получается. Потому что еще есть некоторые работы, которые нужно произвести. В общем, хотя бы, знаете, диван задний поставить надо. Ну-ка. Вот это вот. Ну, все. Почахла, бедолага. Вот наш суппорт. Который у меня вызывал огромные удивления снизу. В общем, диван задний поставить. Понимаете, полов нет. Но они, вернее, есть там. Там вообще что-то непонятное. Короче, тут на самом деле вот так вот. Все это настолько разбомблено, что работы по мелочи, если мы здесь их начнем делать, само собой, два передних сиденья поставить обратно, эти полы вернуть, вернуть раздатку. То есть, этого всего выйдет прямо на... Ну, прямо на очень дорого. Прямо на очень дорого. Вы понимаете, о чем я. Поэтому в кузовню вкладываться больше двадцатки-пятнадцати, наверное, смысла нет. А за эти деньги, сами понимаете, ничего адекватного нам никто не построит. В общем, не вас так-то топ. Вся проблема только в ценовой политике, которая с ним связана. Вкладывать в него хотя бы сто тысяч уже около бессмысленно. Поэтому, если что, если у вас есть какие-то предположения, сервис в Петербурге, что эту кузовню за двадцать, хорошо за двадцать пять, только кузовню, я имею в виду, вот там, устранит, и нам это более-менее понравится, добро пожаловать. Владислав снимает свой бложик, а я снимаю свой. И мы олицетворяем успех. Это щука, которая лежит на столике А8. Никита что-то там суетит рулем. В общем, господа, серия по А8, если кому было интересно, она снимается, и выйдет она восьмого числа. То есть, в этот же четверг, уже совсем скоро. Как говорится, до скорых встреч. Да, и в этот момент. И в этот момент мы теряем проект, да? Да нет, я думаю, перестроимся, все будет хорошо. Бортовые камеры записывают все события. Ты как-то не смог корректно перестроиться. А Ларгус, да, не просто на сигаре. Ларгус просто дерзкий. Это не твои там 6 литров овощные. Твои мои. В общем, А8 жива. Это хорошо. Выйдет четверг. Только что серию досняли. А сегодня, как вы понимаете, понедельник. Мы это снимаем прямо сейчас. Поэтому соотправляется в монтаж Игнату. Огромные ему удачи. Вам тоже. Спасибо, что смотрели это видео. И пока.